отлично запись началась и у нас с вами начинается демонстрация экрана скажите видно ли презентацию вам до презентацию видно все отлично итак остров занзибар или страна танзания сегодня мы с вами поговорим об этом чудесном направлении я буквально три недели назад вернулся с рекламного тура с занзибар и вот буквально по по свежим горячим следам сегодня расскажу вам о нашем рекламном пуре об этом чудесном острове информацию буду преподносить больше от себя нежели чем вот эти никому не нужны научные факты потому что только эмоции и еще раз эмоции смогут помочь вам в продажах поэтому я буду делиться своими эмоциями рассказывать вам какие-то лайфхаки классные штуки и так далее а вы обязательно все это записывайте и в дальнейшем применяйте естественно в продажах из продажа с компании resort holiday и так занзибар лет и зима 2023 что же подготовил нам этот чудесный остров во-первых я хочу начать с того что занзибар это круглогодичное направление несмотря на то что на острове официально есть сезон дождей где-то середина апреля по середину июня длится сезон дождей такой прям капитальный сильный все остальное время на острове достаточно солнечно хорошо солнце солнце светит ярко и очень даже горячо поэтому прилетать на остров можно круглый год за исключением вот этого вот периода с середины апреля по середину июня на острове огромный выбор отелей от уровня трех звезд до пятизвездочных отелей сегодня мы с вами рассмотрим несколько пятизвездочных отелей и трешечки четверочки мы в этот раз рассматривать с вами не будем занзибар имеет классные возможности для пляжного отдыха несмотря на то что у острова есть проблемы в виде отливов и приливов но эта природа от нее никуда не деться но тем не менее есть потрясающие отели где можно наслаждаться целыми днями купанием в океане ну и конечно же занзибар как и в целом вся танзания это знаменитой сафари экскурсии и прилететь на занзибар просто так и не посетить сафари ну это наверное будет очень большой ошибкой хотя конечно же все зависит от бюджета туристов но тем не менее сафари рекомендуем обязательно на острове посещать сафари на острове бывают разные они есть однодневные есть двудневные по сафари вам во второй части нашего вебинара сегодня расскажет анкаченко я так просто упомяну о них вскользь и так столица столица до дома но административный центр дарес салам разница во времени с москвой отсутствует денежная единица танзанийский шилинд и из москвы и из других городов россии да соответственно добраться до занзибара не составит туда точно даже как и не составит туда добраться до занзибара из казахстана соответственно регулярные рейсы летают с удобными комфортными стыковками в арабских стран сразу чтобы отнести все вопросы относительно пластиковых карт для тех кто путешествует из россии к сожалению большому пластиковые карточки выпущенные нашими банками не работают на пластиковые карты union pay платежной системы теперь уже скорее всего тоже не работают поэтому по старинке берем с собой доллары обратите пожалуйста внимание что не принимаются доллары старше 2009 года обменять доллары не составляет труда это можно сделать в аэропорту либо где-нибудь в банке на курорте либо соответственно непосредственно в отеле для тех кто у нас летит из казахстана тут для вас никаких ограничений нет все ваши карточки работают соответственно вы можете смело расплачиваться ими в магазинах в кафе там либо ресторан что касается правил везда для въезда в танзанию на остров занзибар нам необходимо с вами виза визу можно получить двумя способом первый способ оформить ее онлайн и оплатить при этом 50 долларов но такой способ не работает для граждан россии потому что наши карточки не принимаются но если у путешественника туриста есть иностранная банковская карта в том числе и для граждан казахстана можно оформить визу получается онлайн либо самый лучший проверенный добрый метод это старый добрый метод это оформить визу по прилету стоит это также 50 долларов здесь туристам вам придется отстоять небольшую очередь и соответственно заплатить офицеру 50 долларов и вам поставить заветный штампик в паспорт по прилету в аэропорт гостям будут предлагать оформить услугу фасттрек скажу так наша группа когда мы путешествовали на занзибар съела прям огромную собаку с фасттреком потому что наш фасттрек получился просто каким-то лонг треком по-другому его никак не назовешь в целом если туристы хотят прочувствовать колорит острова непосредственно уже в аэропорту то конечно же они могут воспользоваться это услуга фасттрек но при этом предупредите их пожалуйста что скорее всего из аэропорта с их рейсом они будут самым последним как происходит фасттрек целом туристов отводят в специальный скажем так лаунж где им предложат прохладительную воду даже не напитки а просто будет холодная вода будет работать кондиционер да будет приятненько ты будешь сидеть на диванах твой паспорт возьмут и куда с ним пропадут потом тебя позовут чтобы сфотографироваться тебя сфотографирует офицер соответственно вот в этом окошечке и после этого уже тебя обратно проводят в этот лаунж и соответственно с твоим паспортом 5 будут гулять 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 и в конце концов тебе принесут паспорт штампик и вот этот Все это, в принципе, достаточно долго получается, поэтому не знаю уж, насколько стоит пользоваться этой услугой фасттрек, но однозначно, когда туристы будут стоять в очереди, им, конечно же, местные сотрудники аэропорта будут предлагать эту услугу, поэтому сразу, пожалуйста, туристов предупредите, что если вдруг они захотят все-таки оформить фасттрек, то это будет немножко долго, нежели чем то, как мы привыкли понимать для себя фасттрек. Итак, помимо того, что на Зензибар необходимо оформить визу, на Зензибар по-прежнему нужно еще оформлять декларацию о здоровье. Заполняется она за 96 вру, заполняется она в течение 24 часов до прибытия в Танзанию. Анкета очень простая, буквально фамилия, имя, название отеля, где будешь останавливаться, был ли ты в каких-то там других странах до прибытия на Зензибар, либо не был. И появится QR-код, который необходимо будет сохранить в телефоне, либо, соответственно, распечатать и как будто бы показать эту бумажку по прилету. На самом деле никто ничего это не проверяет. Все проходят одной сплошной большой очереди, но, тем не менее, факт остается фактом. Требование такое пока еще есть, и мы обязаны вас о нем предупредить. Итак, что касается того, как же добираться до рейсов, точнее, как же добираться до Зензибара. Еще раз повторюсь, прямых рейсов как из России, так и из Казахстана пока еще нет, поэтому можно добираться только стыковочными рейсами. Мы летели рейсами авиакомпании Аман-Ир. Честно сказать, я был настроен крайне скептически к этой авиакомпании. Ничего о ней никогда не знал, в целом никогда в работе с ней тоже не сталкивался. И, по большому счету, особо каких-то там супернадежд не питал. Но, как только мы приехали в аэропорт в Шереметьево, здесь, в Москве, и увидели в целом, как авиакомпания уже обслуживает пассажиров в аэропорту, мы прям все-таки вау, это будет просто что-то классное. И это действительно так, поэтому сейчас будет минуточка рекламы авиакомпании Аман-Ир. Итак, авиакомпания Аман-Ир является национальным перевозчиком султаната Аман. Основана была авиакомпания в 93-м году. И с 2018 года авиакомпания совершает прямые рейсы из Моската в Москву. В ближайшее время авиакомпания планирует расширять географию рейсов в Россию. Скорее всего, добавится город Санкт-Петербург. Пока ничего точного обещать мы вам не можем, ну, соответственно, как и авиакомпания. Что касается Казахстана, то тоже рассматривают возможность туда летать. Флот авиакомпаний состоит на сегодняшний день из комфортабельных воздушных судов Boeing и Airbus. И обратите, пожалуйста, внимание, что абсолютно все самолеты у нас с вами с бизнес-классом. И есть еще машина с первым классом. Это Boeing 787 Dreamliner с первым классом и 330-й Аэробус с первым классом. В Россию, в Москву прилетает самолет Airbus 330-й с первым классом и с бизнес-классом, плюс еще, естественно, и с эконом-классом тоже. Вполне комфортабельная машина. Рейсы выполняются без задержек. Ну, опять же, да, если погодные условия не сыграют с нами в злую шутку. Итак, рейсы выполняются без задержек. Машина вполне комфортная. Самолеты чистые и аккуратные. Что еще вам сказать? По питанию на борту кормят. Кормят на борту по меню. И, естественно, в каждом кресле есть индивидуальная система развлечений, в том числе с фильмами на русском языке. В бизнес-классе у нас с вами 26 кресел. Конфигурация 1.2.1. Все кресла у нас с вами раскладываются в полноценную кровать. Соответственно, туристы могут вполне комфортно поспать, пока рейс летит в Маскат. Так как у нас все рейсы из Москвы летят ночью, то почему бы и нет. И, естественно, каждому предлагается индивидуальный набор. Это подушка, одеяло и индивидуальный гигиенический набор. И в том числе индивидуальные наборы предлагаются еще и в эконом-классе. Они уже сразу лежат у всех пассажиров на креслах. Вот такая имиджевая фотография. Действительно, обслуживание на борту очень классное. Команда на борту работает интернационально. В целом, наверное, я не побоюсь сравнить авиакомпанию с Amman Air с авиакомпанией Emirates. Все идеально, все классно, поэтому можете смело туристам этого перевозчика предлагать. Для пассажиров бизнес-класса на минуточку предлагается дорожный набор бренда Amouage. Бренд Amouage является национальным символом Amman. Ну и так, чтобы вы понимали, сколько стоит парфюм Amouage, можете зайти в парфюмерные магазины сегодня и посмотреть вообще в целом стоимость косметики Amouage, которую предлагают в бизнес-классе для пассажиров. И обратите, пожалуйста, внимание, что для пассажиров бизнес-класса еще предлагаются тапочки и предлагается такой очень уютный свитерочек, чтобы пассажирам было максимально комфортно быть в полете. Итак, как я сказал, есть мультимедийная система, в том числе и фильмы на русском языке тоже. Выбор достаточно хороший, поэтому туристам скучно однозначно не будет. И мы с вами переходим к экономическому классу. Комфортабельный салон вполне. Кресло у нас в конфигурации 242. Это на маршруте Airbus, на маршруте, который у нас с вами из Москвы в Москва. Там у нас стоит самолет Airbus 330, напомню. Шаг кресла, обратите, пожалуйста, внимание, 86 сантиметров. Соответственно, будет удобно абсолютно всем пассажирам любого роста. И ширина кресла 45 сантиметров. Ну, согласитесь, в чартерных авиакомпаниях такого, естественно, никто никогда не предложит. В экономическом классе точно так же для каждого пассажира есть индивидуальная система развлечений, удобный регулируемый подголовник, USB-зарядка для гаджетов, выбор меню, точнее выбор еды по меню. Можно выбирать из трех блюд. Тут, конечно же, предлагают еще и алкогольные напитки. В общем, мы все остались очень-очень довольны перелетом рейсами авиакомпании Aman Air. Вот так выглядит у нас с вами эконом-класс. Вы видите, что в каждом кресле действительно вмонтирована индивидуальная система развлечений. Есть дорожный набор, и все это пассажирам предоставляется бесплатно. И далее из-за маскатов на Зензибар у нас с вами летит Boeing 737 Max. Здесь точно так же в каждом кресле будет индивидуальная система развлечений. Здесь точно так же будут предлагать питание. Единственное, что алкогольные напитки они будут предлагать, но они не будут у бортпроводников стоять на этих тележечках. Тут только алкогольные напитки уже будут под запрос, но я думаю, что это особо не критично. Для самых юных пассажиров на борту будет предложена мягкая игрушка в виде черепахи, какая-то раскраска и рюкзачок. В общем, деткам тоже будет чем заняться на борту. А, ну вот, кстати, да, слайд с Boeing 737 Max, как раз-таки тот самый самолет, который у нас с вами летит на маршруте Маскат-Зензибар. Это бизнес-классы, вы видите, и в целом, да, эконом-класс примерно будет похож как тут кресло. И еще раз повторюсь, что у каждого кресла у нас с вами будет индивидуальная система развлечений включена. Итак, прилетели мы с вами на чудесный остров Зензибар, и, конечно же, самый часто задаваемый вопрос – это кухня. Можно ли там кушать, что там туристам будут предлагать, чем их там будут кормить, и остро ли там будет кухня. Смотрите, Зензибар в целом, знаете, мне, кухня на Зензибаре в целом мне напомнила, наверное, ланкийскую кухню, индийскую кухню. Вот в таком формате. Все блюда будут достаточно пряные. Так как Зензибар долгое время был колонией Португалии и колонией Англии, здесь, естественно, будет европейская кухня в том числе. Будет очень много мяса всегда, будет очень много говядины, будет, безусловно, всегда очень много креветок, и будут всегда лобстеры. Неважно, в какой отель вы отправитесь отдыхать. Лобстеры и креветки – буквально основа меню на острове. Соответственно, туристы точно голодные тут не останутся, будет из чего выбрать. Единственный момент, если ваши туристы не любят что-то острое, или у них есть какая-то особая диета и так далее, то пускай обязательно обращают внимание на стикеры, которые у нас указаны с вами на названии блюда. Если туристы видят красный квадратик, либо красный кружочек, то это означает, что это блюдо острое, и с ним нужно быть поосторожнее. Как я сказал ранее, Зензибар и Танзания – это не только классный пляжный отдых, это еще и замечательные сафари-парки. Один из таких сафари-парков – Селоус. Обязательно туристам рекомендуем его посетить, это, скажем так, такой базовый уровень для любителей сафари. Чуть подробнее вам о сафари-парках расскажет Ант Каченко, я здесь останавливаться особо долго не буду. Чем же можно заняться на Зензибаре, помимо того, чтобы купаться или отправиться на сафари? Конечно же, это классная экскурсия. Обязательно туристам стоит посетить Стоунтаун. Знаете, когда мы летели на самолете, он уже снижается, выпускает шасси, ты видишь вот эти городские постройки, обычно так интересненько разглядывая, что же там такое понастроили. А тут ты летишь, и у тебя просто весь Стоунтаун, он во всех этих металлических ржавых крышах, такое ощущение, что ты пролетаешь над каким-то гаражным кооперативом где-то в городе Королев. И думаешь, что это вообще такое? Так вот, за счет того, что Зензибар в целом остров очень небольшой, и за счет того, что он очень много раз подвергался разным нашествиям и так далее, там достаточно такая плотненькая застройка. Поэтому, в принципе, улочки города, они очень узкие. За счет того, что домов очень-очень много, концентрация застроек на одном квадратном километре, кажется, что вот прям не видно неба, на самом деле нет. Город безумно красивый с точки зрения истории. И кто мне скажет, соответственно, какой, наверное, какой самый известный дом есть в Стоунтауне? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и мы посмотрим, насколько вы у меня тут собрались эрудированы. Так, дом чудес. Не знаю по поводу дома чудес, а вот дом Фредди Меркури, да, действительно, это так оно и есть. Все-все-все, правильно все указали, хватит, хватит, хватит. Все молодцы, всем пятерки. Да, действительно, дом Фредди Меркури – это символ Зензибара, это безумно интересное место. Обязательно рекомендую посетить его, он работает как и музей в Турконе. В том числе, вот, поэтому его невозможно пройти, его сразу будет видно, потому что там стоит такая плотничком очередь в этот дом, да, чтобы его посмотреть. Но обязательно, особенно музыкальным фанатам стоит это место посетить. Итак, и вот здесь вот как раз-таки одна из улочек Зензибара, примерно вот так на самом деле все и выглядит. Очень много местных художников выставляют свои яркие, ну просто потрясающие картины, некоторые из них по-настоящему крышесносные, поэтому рекомендую обязательно сафари уделить время и посмотреть этот город. Итак, мы с вами переходим к изучению отельной базы. И первый отель, который покорил наши сердца – это отель Туи Блю Бахари Зензибар, который находится у нас с вами на пляже Пвани. Сегодня мы с вами будем смотреть все отели, которые у нас с вами находятся на восточном побережье, западном побережье. Мы с вами трогать с вами не будем. Итак, отель находится на пляже Пвани. Дорога от Стоунтауна и от аэропорта занимает примерно час-полтора. И что мне вам сказать по поводу пляжа Пвани? На самом деле отливы-приливы на пляже достаточно ярко выражены. Вода будет уходить достаточно далеко, примерно на километра полтора-два. И это будет происходить где-то примерно уже с часу дня. Поэтому для тех туристов, кто особо не любит купаться в океане, этот отель идеально подойдет. Ну, естественно, отель входит в международную цепочку Туи. Здесь будет отдыхать очень много европейцев. Работает отель по концепции, все включено. У отеля очень красивая, уютная зеленая территория. Единственное, что он, знаете, так построен каскадами. Поэтому если вдруг у вас едут с маленькими детишками, которые еще в колясках, наверное, будет не самый удобный вариант. Но это те, кто постарше и уже бегут самостоятельно, то этот отель как нельзя, кстати, подойдет. Вот, поэтому отель можете смело рекомендовать тем туристам, кому не принципиален океан. И вот так вы видите пляж у отеля. Соответственно, наверняка вы замечали, что у очень многих отелей на Зензибаре есть вот такие вот колышки. Они абсолютно никак не мешают купанию в океане. Колышки были сделаны специально, чтобы укрепить берег, чтобы его не размывало. И вот тоже сразу хочу обратить внимание по всем отелям на будущее, чтобы вы сразу же могли понимать. Абсолютно все пляжи у нас с вами на Зензибаре муниципальные. И как отделить вот эту черту муниципального пляжа от немуниципального пляжа. В целом особой границы нет. Она достаточно размыта. Но все, что вот там, где территория отелей с зонтиками... Сейчас, одну минуточку, я хочу прерваться буквально на... Прошу прощения, я с вами, мне коллеги передали сообщение. Итак, как же отличить территорию муниципального пляжа от немуниципального пляжа? В целом, вот смотрите, там, где у нас с вами стоят зонтики и лежаки отельные, это часть отеля. А вот за колышками это уже будет считаться муниципальной территорией пляжа. Соответственно, здесь могут быть как и местные жители, так и массаи, да, соответственно. И в целом никто особо прогнать их не имеет права. Около практически каждого отеля стоят секьюрити по территории пляжа. Соответственно, массаи запрещено заходить на территорию отеля. И секьюрити в целом стараются, скажем так, не пропускать местных жителей на пляжную территорию. И опять же, если видно, что там уж больно какой-то назойливый местный житель пристал к отдыхающему и там навязывает такие услуги, то секьюрити тоже обязательно подойдет и сделает замечание. Но при этом, еще раз повторюсь, все пляжи у нас с вами остаются муниципальные. Итак, а мы с вами двигаемся дальше. Есть у нас тут вопросы? Давайте проверим. А по поводу кухни, еще раз вернусь. Да, готовят очень хорошо, готовят очень вкусно. И по поводу купания. Смотрите, неважно абсолютно, какой пляж или какой резорт вы выберете, где-то, знаете, наверное, часов с 8 утра, с 7 до часу, вот возьмем такую одну большую вилку, купаться нормально можно будет абсолютно на каждом пляже. После часу дня начинается отлив, это природа, там происходят какие-то действия, планета наша крутится, все вокруг друг друга вращается и начинается отлив. И вот где-то после, давайте так, 13-14 часов вода уходит, просто где-то она уходит очень далеко, где-то она уходит недалеко. Но абсолютно на любом пляже будет отлив и прилив, так или иначе. Вот. Итак, Carafo Beach Resort & Spa 5 звезд, он у нас с вами находится на пляже Пингви. Здесь будет у нас с вами не особо сильный отлив и прилив, но тем не менее они у нас с вами будут. Отель когда-то получил номинацию World Travel Awards. Он работает на разных концепциях питания BB, HB, All Inclusive. И что хочу сказать про этот отель. Здесь будет в основном тишина и спокойствие, здесь не будет каких-то шумных активных анимаций. В принципе, на Занзибаре не будет особо каких-то больших анимационных программ и так далее. Возможно, там буквально парочку отелей, где более-менее в течение дня будет как-то так живенько, скажем так. Но вот конкретно в этом отеле, здесь вот прям среди пальм на зеленых лужайках у тебя целый день релакс. Это как раз-таки тот самый вариант, где ты берешь книжку, да, с собой в отпуск и целый день под пальмой читаешь эту книжку, релаксируешь. И в целом тебе больше ничего в жизни не надо. В целом отель выполнен в таком африканском стиле, похоже на какую-то африканскую деревню. Очень аутентично, очень красиво. Нам этот отель очень понравился, поэтому смело можете его туристам своим предлагать и рекомендовать. Blue Bay Resort & Spa вместе с отелем Sultan Stands. Огромный отельный комплекс, где на одной территории есть пятизвездочный отель и четырехзвездочный отель. Гости, которые проживают в отеле Sultan Stands в четверке, они могут посещать территорию отеля Blue Bay Beach за дополнительную плату. По пляжу, естественно, они там могут гулять абсолютно без проблем. А вот если они хотят посетить рестораны, то это будет стоить 10 долларов за один прием, за одно посещение ресторана на человека. При этом гости отеля Blue Bay могут беспрепятственно посещать территорию отеля Sultan Stands. Отель очень популярный, его очень любят туристы. Там превосходный сервис, там просто огромная территория за счет того, что два отеля. Это как раз тот самый вариант, когда ты не планируешь выходить за территорию отеля, ты путешествуешь с детьми, и вот тебе нужны целыми днями прогулочки по мощеным дорожкам, от корпусов номера до пляжа и обратно. Это вот как раз-таки тот самый вариант. Что нам здесь понравилось? Здесь нам понравилось, что в отеле предоставляют бесплатно пляжное оборудование для пани. Нет никакой заранее предварительной регистрации или чего-то еще. Соответственно, если там, например, саб свободен, то ты подходишь его, берешь и как только там накупался, возвращаешь его обратно. Это все входит в концепцию all-inclusive. Здесь потрясающее питание. Мы обедали в отеле Sultan Sands в четверке, даже несмотря на то, что это четверка, мы просто, простите меня за лексикон, наелись до отвала, потому что все было очень вкусно. Единственное, что немножко, наверное, медлительно, но про это я вам расскажу чуть дальше, но при этом было прям очень-очень классно, очень-очень вкусно. Несколько блюд на выбор, все видно, что приготовлено свежее, персонал так тоже с заботой обходится. И в этом отеле я прошу обратить внимание на пляж. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Действительно напоминает, знаете, такой мальдивский песок. Они с местными жителями сами говорят, что Кивенгва – это а-ля местные Мальдивы. И вот, пляжная полоса очень широкая, песочек такой маленький-мальненький, бельненький, он, как правило, не нагревается. И здесь в целом не очень выраженные отливы и приливы, поэтому этот отель можете также туристам для купания как раз-таки смело предлагать. Так, мы с вами двигаемся дальше, и мы с вами перешли к отелю Zanzibar Resort & Spa 5 звезд. Новенький отель на Zanzibar, который был открыт в декабре прошлого года. Отель покорил наши сердца, безумно красивый, сделан, знаете, в таком восточном стиле, напоминает что-то марокканское, корпусатое. Ощущение, что ты находишься не на Zanzibar, а где-то в какой-то, знаете, североафриканской стране. Вот, находится он на пляже Матемве. Есть один небольшой минус, о котором я обязан вам рассказать. Рядом с отелем находится рыбацкая деревушка. Я бы не сказал, что она как-то мешает купанию или вообще как-то мешает отдыху, но местные жители рано утром и вечером, соответственно, выходят на пляж, чтобы отправиться там, да, на рыбалку. Если вдруг кого-то из гостей, вдруг это там как-то смущает, не дай бог, увидеть местного или, не дай бог, там Масай подойдет и поздоровается, но, наверное, тогда это не тот вариант. А если же, наоборот, там люди такие активные, наоборот, за контакты, за какой-то обмен информацией и так далее, то я думаю, что этот отель очень даже им зайдет. Стоит начать с того, что он находится на пляже Матемве. На пляже Матемве у нас с вами ярко выраженные отливы и приливы, но именно здесь отлив будет безумно красивый. И это как раз-таки тот самый случай, когда отлив работает, наоборот, на пользу. Потому что давайте мы с вами сейчас вспомним красивейшие фотографии на Кипре. Это у нас с вами Айнапа, вот этот Нисси Бич, когда в яркую погоду. Сейчас, одну минуточку. Так, прошу прощения. Итак, мы с вами вспоминаем Нисси Бич. Помните вот эту косу на Кипре, да, в Айнапе, где с одной стороны море, с другой стороны море, а посередине вот эта вот пляжная коса. Все вспомнили? Вот здесь во время отлива получается точно такая же красивая, яркая, безупречная коса. И, соответственно, вечером можно сделать просто фантастические фотографии. У нас прям девочки устроили фотосессию на закате. Кстати, закаты на Занзибаре безумно красивые. Солнце прям такое багровое, красное. И вот здесь, еще раз, да, отлив, он, наоборот, такой даже на пользу, потому что получаются очень яркие кадры, которые на 100% останутся навсегда в воспоминаниях. Ну и, конечно же, Эмеральд. Это Эмеральд. Что еще про него можно рассказать? У отеля очень уютная территория. Здесь есть огромный мини-клуб для детей. Это отдельно стоящее здание с детской такой большой, хорошей игровой площадкой, с какими-то там детскими фонтанчиками. Работает отель по системе «Все включено». Каждое утро песочек у отеля на пляже просеивается. Он, естественно, такой, как мука. И кажется, что ты где-то на Мальдивах, а не на Занзибаре. У отеля есть несколько зон, где соблюдается концепция тишины и спокойствия. Ну и, конечно же, есть главная зона с бич-баром, с пул-баром, где целый день там играет музычка, люди наслаждаются жизнью, отдыхом и так далее. По вечерам в отеле на крыше бич-бара проходит у нас с вами дискотека. Играет музыка, диджей, все это светомузыка, ветерок тебя обдувает, тут же шум океан. В общем, безумно классно, красиво. Поэтому этот отель я рекомендую абсолютно всем туристам, даже несмотря на то, что здесь вот есть отлив и прилив. Но, опять же, до двух часов дня купаться можно абсолютно смело. Ну, а после двух часов дня с коктейлем, например, переместиться к бассейну и релаксировать на бассейне, почему бы и да. Вот, так. Что случилось с моей презентацией? Так, Эмерон. Туи Занзибар Юник Бич Резорт Пять Звезд, который у нас с вами находится на пляже Понгве. Это первый бутик-отель на Занзибаре. В отеле всего 16 номеров. И каждый номер – это отдельно стоящая вилла. И есть одна, нет, есть две виллы, где смежные номера, но, тем не менее, это такой красивый домик. Потрясающий отель, который работает по концепции. Все включено, но при этом все включено а-ля карт. Здесь могут приготовить, здесь есть базовое меню, которое там действует каждый день, но по запросу гостя приготовить можно все, что угодно. Поэтому, если вдруг ваши путешественники соскучились, например, по гречке с сосисками, то, пожалуйста, в этом отеле под запрос туристов приготовить абсолютно все. В отеле соблюдается концепция тишины и спокойствия. Здесь отдыхают только взрослые, только пары. Поэтому, опять же, это идеальный вариант будет для того, чтобы провести какой-то, не знаю, свой медовый месяц или сделать какой-то ретрит, или просто уехать на Зинзибар и перезагрузиться от городской суеты. Вот прям все будет, здесь все будет идеально. В отеле есть свой ботанический сад. В отеле есть, в принципе, свой сад, свой, по-моему, курятник, чтобы не ошибиться. В общем, все, что вы видите на столе в этом отеле, это все было произведено своими руками, выращено там в своем саду. В отеле есть свой винный погреб, даже где устраивают фантастические ужины. И, кстати, в этот отель можно приехать на ужин из других отелей. Стоит, по-моему, ужин 100 долларов и 50 долларов доплаты за алкоголь. Поэтому рекомендуется своим туристам для тех, кому нужен действительно настоящий такой лакшери отдых. Находится он с вами на пляже Понгва. Здесь будет ярко выраженный отлив и прилив, но с одним большим но. Отель у нас с вами находится на возвышенности. И, соответственно, во время прилива вода поднимается где-то метров, наверное, на 5-6. И прямо вот, получается, с обрыва можно нырять в океан. А вот когда у нас с вами начинается отлив, то вода так отступает, отступает, отступает. Образуется красивая широкая пляжная полоса, где даже устанавливают сетку для игры в волейбол. И, соответственно, туристы уже по лестнице спускаются к этому пляжу и непосредственно купаются в океане, либо играют на этом пляже в волейбол. Очень интересно, очень классно. Мы прям все остались в большом восторге от этого отеля. И вот для вас тут еще есть несколько имиджевых фотографий, чтобы вы могли тоже впечатлиться красотой этого отеля. Можно ли сказать, что это делюкс или люкс-отель? Объясните мне разницу между делюкс и люкс-отелями, и я вам скажу, делюкс или не делюкс, отелю, наверное, да, делюкс. Но это бутик-отель, лакшери. Давайте так скажем. Так, насколько сильно, надолго ли отступает вода? Да, но смотрите, вода у нас с вами отступает после двух часов дня. Она очень у нас с вами уходит. И потом приходит она, наверное, часов 6-7-8 вечера. Ну, уже ближе к ночи. Там, естественно, купаться в это время уже с вами нельзя. Для пипов это подойдет? Да, для пипов это все подойдет. Можно ли купаться во время отлива на этом пляже? Да, во время отлива на этом пляже купаться можно. Итак, мы с вами двигаемся дальше. И мы перешли к отелю Мелия Зазибар на пляже Кивенгва. Про Мелию. Что сказать про Мелию? Мелия, она в любой стране Мелия. Тут превосходный будет сервис. Тут, естественно, также есть концепция отеля The Level. Единственное, наверное, есть одно но, такое достаточно существенное но. Смотрите, когда строился отель Мелия, они покупали такой небольшой участочек, построили там отель, и это была только стандартная категория Мелия. Потом они решили расширяться, но рядом с одной и с другой стороны у нас с вами стоят отели. И особо расширяться было некуда. Поэтому, когда строили территорию отеля The Level, вот эту их концепцию, то они построили The Level через отель. Получается, что у нас весь комплекс отелей Мелия Зазибар разделен с вами на две части. Одним каким-то посередине отелем ноунейм. Я уж не знаю, почему они его не выкупили, этот ноунейм. Но при этом за счет того, что у нас с вами территория отеля разделена вот так на две части, она получается очень огромной, и там в целом можно, знаете, вот так гулять, не перегулять. Получается, по территории отеля курсируют у нас с вами баги. Есть там типа а-ля такая транспортная сетка внутри отеля с остановками, катаются баги и высаживают тебя на той остановке, на которой тебе нужно. И получается, вот эта вот дорога, которая сделана от отеля Мелия к уровню The Level, она, скажем так, обособлена. Это считается частью территории отеля Мелия. И там у нас с вами расположен контактный зоопарк, где можно посмотреть на осликов, на курочек, где есть обезьянки. Поэтому в целом, знаете, достаточно неплохое будет развлечение для детишек. А Мелия, которая у нас с вами стандартная территория отеля Мелия, там территория не подходит для купания. И, соответственно, все гости у нас с вами купаются на территории отеля The Level. Там у нас тоже с вами будет пологий вход в океан, беленький песочек и так далее. А вот территория отеля Мелия стандартная, он также находится на обрыве, но под этим обрывом, несмотря на то, что вода уходит там после двух часов, вот это вот получается дно, оно не оборудовано под купание, поэтому купаться там получится, не особо хорошо получится. Но при этом там, если у вас туристы такие достаточно смелые, то во время отлива открывается такой красивый гроб, и там можно будет делать очень классные фотографии. У нас коллеги устроили там себе замечательную фотосессию. В целом это вот все, что нужно знать про отель Мелия, но предлагать его туристам однозначно стоит, только потому что это Мелия, и там будет превосходный сервис с очень классной едой. Рио Джамбо Занзибар. Вот это мой любимчик, и мы с вами уже вот так невзначай подобрались к пляжу Нунгве. Пляж Нунгве у нас с вами находится на севере острова, и это тот отель, который подойдет абсолютно для каждой категории туристов, потому что тут, а, классная анимационная программа в течение дня, для детей здесь есть, б, для детей здесь есть детский городок, отель работает, по концепции все включено, нет абсолютно никаких отливов и приливов, которые видны человеческому глазу, да, и это Рио, Рио – это всегда особая атмосфера, нам этот отель напомнил доминиканский Рио, потому что здесь на пляже такие небольшие пальмочки, все зеленое, очень приветливый персонал, all-inclusive с алкоголем льется рекой, вот, и несмотря на то, что это четверка, здесь прям будет классно абсолютно каждой категории туристов, и эта четверочка Рио Джамбо стоит рядом с пятеркой Рио Палас, в чем же отличие? У них, в принципе, общая территория, гости отеля Рио Палас могут посещать территорию отеля Рио Джамбо, если вдруг им наскучило у себя, да, там 18+, в тишине, вот, они могут приходить в отель Рио Джамбо, но, к сожалению, гости Рио Джамбо никак не могут посещать территорию отеля Рио Палас, хотя пляжная полоса у них общая, поэтому, в целом, если вдруг тут там показалось тесно на территории отеля Рио Джамбо, можно всегда перейти, там, полежать на песочке на территории отеля Рио Палас. И как раз-таки вот у нас с вами наш Рио Палас Занзибар, он уже в таком строгом стиле, тут отдыхает только взрослая аудитория гостей, работает отель, еще раз повторюсь, по концепции 18+, но также по системе питания все включено. Что же нам с вами привезти с Занзибара? Такой достаточно часто задаваемый вопрос. Конечно же, стоит привезти обязательно сувениры из дерева, национальные картины, которые мы с вами видели в Стоунтауне, кофе обязательно стоит привезти, танзанийский кофе очень вкусный, национальную одежду, если вдруг кто любит там яркие цвета, и, конечно же, стоит привезти танзанида. Танзанида рекомендую покупать только в проверенных магазинах, только в городе Стоунтаун, только в ювелирных магазинах. Ну а так или иначе, если вы будете гулять, соответственно, по пляжу и к вам подойдет местный, он, безусловно, предложит вам горсточку танзанитов. Не верьте, не покупайте, не ведитесь, покупайте ювелирные изделия только в специализированных магазинах. Ну и давайте с вами быстренько пройдемся еще раз. Пять причин посетить Занзибар. Это прогуляться по лабиринтам каменного города, испытать гастрономический восторг, потому что на Занзибаре все очень вкусно, классно. Отправиться обязательно на сафари, о котором вам сейчас расскажет моя коллега Анткаченко. Искупаться в водах Индийского океана, ну и, конечно же, поймать свою Акуна Матату. Помните, я вам в самом начале говорил, что немножко медлительный персонал на Занзибаре, это действительно так. Мы, когда пролетели, первые, наверное, пару дней тоже так очень веселились, потому что, ну, так же так, почему так все долго, да, там никто никуда не спешит и так далее. Танзанецы никуда не спешат, а Занзибарцы тем более. У них классный вайп свой, у них с четырех сторон их омывают океан, и они живут вот в своей Акуна Матате. Поэтому туристам обязательно рекомендуйте, чтобы прочувствовать весь вот этот вот вайп, весь кайф, да, не пользуюсь этого слова Занзибара, всю вот эту атмосферу, и чтобы полноценно насладиться отдыхом, нужно в своей стране, там, не знаю, дома, на работе оставить свои заботы, проблемы, хлопоты и абсолютно с пустой головой прилетать на остров, целыми днями наслаждаться природой, целыми днями наслаждаться океаном, наслаждаться кухней, поймать вот эту свою замечательную Акуна Матату, и только тогда отдых на острове Занзибар принесет действительно удовольствие путешественникам. И абсолютно неважно, какой отель забронировали, три звезды, либо пять звезды, люкс, все, вы на Занзибаре, Акуна Матата. Сломалось что-то в номере, сломалось и сломалось, попросили, они обязательно придут, там сделают, обязательно ремонтируют, но не стоит по этому поводу переживать, и каждый, там, не знаю, 10 минут звонит на ресепшн, и говорит, когда же вы почините мою розетку, когда же вы почините мою розетку, починят свою розетку, починят они вашу розетку, вы идите на пляж, отдыхайте, ловите Акуна Матату, а сотрудники отеля обязательно придут и исправят какие-то недочеты. Это вот если прям совсем вкратце про Занзибар, и я готов ответить на ваши вопросы. Так, итак, вернуть картинку Рио Палас. Да, конечно, верну с удовольствием картинку Рио Палас, вот, пожалуйста, надеюсь, что вам видно. Отвечаю дальше на ваши вопросы, сейчас я сделаю чуть-чуть пошире. Можно ли брать байк и поехать на разные бляжи? Смотрите, в целом можно, но мы не рекомендуем. Почему? Потому что движение на острове хаотичное, светофоров никаких нет, и есть одно единственное правило, не врезаться в кого-то другого. Опять же, да, вы опытные у нас коллеги все, и вы прекрасно знаете, что в случае ДТП какого-то виноват всегда будет турист. Но, к сожалению, в большинстве случаев так оно и происходит. Поэтому, если ваши туристы опытные водители, либо суперопытные водители, то пускай берут в аренду байки, машины и так далее. Но если они неопытные водители, и тут вдруг решили поводить байк по острову, то не рекомендую брать байк. Видел вопрос по поводу прививок. Никакие прививки на остров у нас с вами не нужны. Так, про аренду авто я уже ответил. Интересно рассказали. Рио селит россиян. Все прекрасно. Все мы друг с другом дружим. Все селят. По поводу отелей Рио Палас и Рио Джамбо. Есть ли отливы и приливы? Отливы и приливы есть. Вода максимум уходит на 30-50 метров, поэтому особо глазу это видно не будет. Поэтому смело туристам эти отели можете рекомендовать. Так, есть ли смысл комбинировать отели на Кенгви и Нугви. Слушайте, я вот прям за всеми руками, за комбинацию отелей, чтобы туристы могли посмотреть остров с одной стороны и с другой стороны. Чтобы они могли посмотреть, прочувствовать океан с одной стороны и с другой стороны. Поэтому если туристы готовы к комбинациям, то, конечно же, почему бы не скомбинировать, почему бы не расширить горизонты их отдыха и не показать им разные отели, разный уровень обслуживания, разный формат отдыха. Почему бы нет? Я думаю, что да, пускай комбинируют. Так, пропустили полетную программу «Как добираться». Давайте еще раз вам повторю, прямых рейсов из России и из Казахстана нету, поэтому у нас летают все только со стыковками. Естественно, стыковки это будут преимущественно, ну не преимущественно, а в основном все в арабских странах. Да, это Арабские Эмираты, это Катар, это Пахрейн и это Аман. Так, Эмеральд и Рио как будет? Хороший вопрос. Смотрите, если Эмеральд и Рио Палас, я думаю, что будет очень хорошо. Если Эмеральд и Рио Зензибар, ну в целом и там, и там будет классно, просто у отеля и разные концепции. Рио Зензибар, он такой, он шумный, да, он про тусовку, он про вечеринки, он про пиво, которое льется рекой в баре у бассейна. Эмеральд, он, конечно же, все-таки больше такой, больше под релакс, под какую-то там определенную атмосферу, про, ну, такой, он больше располагающий к релакс-отдуху, нежели чем Рио Джамбо, если мы говорим с вами про Джамбо. Так, Эфиопский мне тоже подсказывает. Что ж, коллеги, мы, я попрошу вас пока не отключаться, потому что сейчас подойдет Анна, второй спикер, который вам непосредственно расскажет уже про сафари на острове. Хорошо, договорились? Я тогда пока отключаюсь. Продолжение следует... 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 Это одно дело, но Safari совсем другой продукт, достаточно сложный иногда для продажи, в котором много нюансов, поэтому попробуем разобраться с тем, что стоит предложить вашим клиентам, кому какое Safari предлагать, какие парки есть, какие комбинации можно сделать из разных парков и как продавать Safari легко и с удовольствием. В целом, если говорить про Танзанию и про сам отдых на архипелаге Занзибар, то, конечно, приехать в Африку в такое интересное направление и не съездить на Safari – это большое упущение, так как все-таки на Занзибаре у нас нет никаких диких животных, и, соответственно, увидеть их мы можем только, приехав на материковую часть Танзании и побродив, погуляв по паркам Safari. Поэтому, конечно, стоит рекомендовать это клиентам однозначно, потому что это невероятные эмоции, это огромный выброс адреналина, это возможность увидеть большую пятерку. Кстати, на слайде она у нас изображена, да, это у нас и лев, носорог, слон, леопард, буйвол – это все большая пятерка, которую можно увидеть в парках Танзании. Зависит, конечно, от удачи ваших клиентов. Может быть, после презентации вы сами захотите попробовать, это действительно ни с чем не сравнимые эмоции. Я могу сказать, что, наверное, это то, когда вы хотите… С одной стороны, вам очень страшно, когда дикие животные находятся с вами в настолько близком контакте, а с другой стороны, хочется продлить эти ощущения, потому что находиться в дикой природе, при этом в данном случае это мы у них в гостях, они находятся у себя дома, и нужно себя вести как гости. И, конечно, это просто потрясающие эмоции, поэтому на самом деле и с семьями ездят. Часто бывают такие вопросы, можно ли предлагать сафари клиентам с детьми. Да, можно, и у нас много клиентов, которые приезжают в Танзанию с детьми, едут на сафари, и дети, конечно, в полном восторге остаются, в том числе просто нужно соблюдать определенные правила безопасности и знать некоторые нюансы, которые нужно учитывать, конечно, при поездке с детьми, да и на самом деле и взрослых тоже, как себя вести в этой дикой природе. Давайте пройдемся немножко по самим паркам, и я расскажу основные моменты, как нам нужно комбинировать, какие вообще парки есть. Если сказать в общих чертах, то все парки Танзании делятся на две части, это северные и южные парки. Сначала мы рассмотрим северные парки, затем рассмотрим южные. Основная разница между ними в том, как мы добираемся до этих парков и что мы там можем найти, какие есть возможности для проведения времени и досуга, и сколько времени, сколько ночей нам нужно закладывать на каждый парк, так как это тоже очень важно. Северные парки являются более, наверное, известными, более желаемыми, более продвигаемыми, да, то есть если мы спросим, какой парк вы знаете в Танзании, то большая часть скажет, например, Серенгети, так как Серенгети является самым известным парком, это именно северный парк. При этом ехать, например, только в один северный парк в Танзании особо не имеет смысла, потому что они находятся в логистической доступности, так скажем, друг от друга, и, конечно, если мы летим уже туда, то имеет смысл оставаться на несколько ночей, посмотреть несколько парков рядом, потому что это будет, наверное, более грамотно и правильно, и у людей будет больше впечатлений, в одном парке они увидят одну природу и одни животные, в другом парке может быть что-то другое, поэтому наполненность их поездки, она будет гораздо больше. Начинаются, как правило, сафари в северных парках с региона Аруша. В Аруша находится аэропорт, вообще, на самом деле, в северной части два у нас аэропорта, это Аруша и Килиманджаро, поэтому здесь нужно смотреть, куда мы прилетаем. Килиманджаро – это у нас международный аэропорт, поэтому туда можно брать изначально, формировать маршрут таким образом, что сначала мы прилетаем, в принципе, из своего, так скажем, домашнего аэропорта в Килиманджаро, и международными рейсами Эмериц у нас летают, да, то есть можно разные варианты посмотреть для перевозки, и начать маршрут уже непосредственно с сафари, а затем полететь на Занзибар. А можно строить маршрут наоборот, то есть можно сначала прилететь на Занзибар, и оттуда поехать на сафари, и в данном случае мы можем уже прилетать в Аруша, это внутренний аэропорт для внутренних рейсов, ну, либо в тот же Килиманджаро тоже можно выбрать полет. Поэтому начинается все с логистики, да, с того аэропорта, куда мы прилетаем в северных парках. Если мы говорим про Арушу, то это наиболее, наверное, часто используемый аэропорт, когда мы говорим о сафари из Занзибара изначально. В самой Аруши можно как останавливаться и делать небольшое сафари там, так можно изначально не останавливаться и сразу поехать в какой-то из более интересных для клиентов парков. Что говорить по поводу продолжительности сафари? В целом сафари может быть как на одну ночь, так может быть на две, на три, на четыре, на пять, на шесть, на семь, в общем, в зависимости от предпочтений клиента. У нас на сайте есть несколько основных программ, которые можно заранее посмотреть для того, чтобы примерно прицениться по стоимости. Есть программы на четыре ночи, на пять, на шесть, на семь ночей. В целом, наверное, если говорить про клиентов, которые очень хотят посмотреть сафари, то достаточно и четырех ночей для того, чтобы посмотреть глобально все. Если просто иметь какое-то общее представление, то двух-трех ночей будет вполне достаточно. На самом деле практически каждая программа, она формируется индивидуально, поэтому цены, которые выставлены на сайте, они больше для того, чтобы вы примерно понимали, что сколько стоит и могли предложить какой-то первоначальный пакет клиентам. А в дальнейшем, как правило, каждая программа, она уже формируется под предпочтение гостей. Это касается и тех лоджий, которые мы выбираем для размещения. Это касается тех парков, которые мы выбираем. Поэтому вы можете абсолютно спокойно писать нам на почту экзотик-собачка-резорт-полидей для того, чтобы мы смогли для ваших клиентов подобрать наиболее подходящий вид сафари для них в зависимости уже от их предпочтения, от того, насколько они готовы смотреть, насколько они подготовлены к таким программам и какой у них бюджет. То есть в зависимости от этого уже будем подбирать наиболее удачный для них вариант. Потому что чаще всего сафари – это всегда очень индивидуальный формат. И, как правило, каждая программа уникальна в определенном смысле. Так вот, некоторые программы в себя включают изначально Арушу для просмотра. Как правило, это не более одной ночи, потому что сам парк Аруша небольшой. Находится он в северо-восточной части. И лучшее время для посещения этого парка – это фактически весь год, потому что сезон в этом парке длится круглый год. При этом здесь, чем отличается этот парк от остальных, здесь есть возможность пешеходного сафари. Если раньше интересовались темой сафари, то наверняка знаете, что, в принципе, в сафари-парках запрещено выходить за пределы своего джипа, так как животные начинают в данном случае нас расценивать уже как дичь, как жертву, и, соответственно, могут начать на нас охотиться. Поэтому, как правило, во всех парках во время сафари необходимо находиться внутри джипа, потому что джип они воспринимают как какую-то такую большую конструкцию и не идентифицируют каждого отдельно стоящего человека в джипе. А сафари в Аруши отличаются тем, что там есть пешеходные маршруты, когда мы можем погулять пешочком, и в целом есть определенные тропы специальные, по которым гости могут ходить по парку. Также в Аруши популярны различные заплывы на каное и восхождение на гору Меру. Это гора непосредственно рядом с этим парком. То есть это такая комбинация сафари с определенным природным отдыхом. И, как правило, Аруши смотрят те гости, которые хотят максимально наполнить свои впечатления от поездки на сафари. То есть Аруши добавляется в тех случаях, когда, например, мы едем на 4-5 ночей минимум. То есть на 2-3 ночи, как правило, этот парк не добавляется. Но так как это отправная точка маршрута, мы в любом случае про нее говорим, так как там все-таки зачастую в зависимости еще от прилета, иногда, например, гостям необходимо сделать ночь в Аруши. Если у нас, например, рейс прилетает поздно, то имеет смысл остановиться на 1 ночь там, для того, чтобы на следующий день отправиться уже непосредственно в какой-то другой парк. Следующий парк, про который мы будем говорить, это национальный парк озера Маньяра, который достаточно часто включается уже в различные маршруты, потому что по логистике он очень удобно расположен, всего лишь полтора часа езды от города Аруша. И в данном случае это получается такой у нас парк птиц, где собирается достаточно большое количество разных птиц, и его часто включают как такой небольшой этап экскурсионной программы. Здесь редко, когда берут проживание непосредственно рядом с озером Маньяра, но это место посещается для того, чтобы гости могли чуть больше увидеть каких-то окрестностей, так скажем, заполнить какой-то пробел во время трансфера непосредственно до основного парка. Здесь также у нас есть различные катания на горных велосипедах, лесные прогулки, но основное, что смотрит, это непосредственно само озеро, с птицами прилетает иногда фламинго, и также здесь в этом парке есть слоны. Дальше переходим к самому интересному, это заповедник Нгора-Нгора. Вот в данном случае Нгора-Нгора является одним из самых популярных парков Северной Танзании, и тот, который мы рекомендуем включать абсолютно для всех клиентов, особенно кто едет первый раз, и если гости у вас едут на небольшое количество ночей, ну, например, одна-две ночи, однозначно нужно ехать в Нгора-Нгора. Объясню сейчас почему. Сам заповедник Нгора-Нгора находится в кратере потухшего вулкана. Потух он очень-очень много лет назад, и, соответственно, образовалась такая кальдера, в которой у нас сосредоточено очень большое количество животных. Сам парк Нгора-Нгора, он небольшой, при этом он очень четко ограничен самой кальдерой, то есть, соответственно, животные, они находятся в определенной обозримой части, и внутри очень большое сосредоточение различных животных диких. При этом здесь можно увидеть всю большую пятерку, и слона, и носорога, и буйвола, и льва, и леопарда. И, соответственно, этот парк фактически дает стопроцентную вероятность для гостей увидеть всех основных животных, которые можно в целом, в принципе, увидеть в Танзании. Поэтому обращайте внимание на те программы, где есть этот парк. Он на самом деле есть практически во всех программах. Если у вас клиенты хотят высокого уровня сафари, потому что около Нгора-Нгора есть и хорошего уровня лоджи, я сейчас чуть-чуть дальше покажу, какие лоджи есть непосредственно в Нгоре-Нгоре, и какие есть у нас в Сиренгейте, то есть вообще в целом для понимания примерно, как гости будут, где будут жить. Вот Нгора-Нгора в этом плане очень удачный вариант. Что еще стоит сказать по поводу Нгоры-Нгоры, и в целом, почему я делаю так акцент именно на этом парке? Достаточно много парков в Танзании с большой площадью. Например, Серенгейте. Серенгейте огромный парк, на который нужно выделять как минимум три ночи, для того, чтобы его глобально посмотреть. То есть приезжать на одну ночь в Серенгейте не имеет, как правило, никакого смысла. Ехать туда далеко от аэропорта. И из-за того, что площадь очень большая, животные по этой площади будут рассредоточены так, что за одну поездку, например, если у гостей сафари только утренние, например, и вечерние, у них не так много вероятности, что они смогут увидеть всех животных, просто ввиду того, что сам парк очень большой. В Нгоре-Нгора фактически стопроцентная вероятность, потому что небольшая площадь, все животные внутри, и поэтому наличие вот этих эмоций, оно назначено будет гостям предоставлено. И помимо этого, когда у нас большой парк, например, если гости едут с детьми, то может физически быть несколько сложновато для гостей, для детей, долгая поездка на джипе, и особенно когда ты долго едешь, и, например, не видишь животных, которых ты хочешь увидеть. Ну, например, все, конечно, хотят увидеть льва, например, и в данном случае иногда это выматывает. В Нгоре-Нгоре в данном случае мы увидим практически всех животных и при этом не потратим много энергии, поэтому это очень хороший вариант для тех гостей, которые едут ненадолго и при этом хотят хорошего уровня парк. Наверняка тоже слышали про такое явление, как великая эмиграция животных. Великая эмиграция в том числе проходит и на территории Нгора-Нгора. Большая часть, конечно, большую часть времени великая эмиграция проходит на территории Серенгети, так как, опять же, парк достаточно большой, но при этом Нгора-Нгора в том числе можно встретить в прохождении великой эмиграции. В целом, великая эмиграция – это когда у нас антилопы гну перемещаются с парка Масаймара в Кении до парка Серенгети в Танзании, да, и так по кругу. Часто спрашивают, когда проходит великая эмиграция. На самом деле, великая эмиграция проходит круглогодично, то есть нет какого-то определенного периода, когда антилопы гну и парк Макопытные начинают перемещаться из одного парка в другой. Есть сезонность у каждого парка, то есть в какое именно время эти животные находятся в определенном парке. И большая часть, конечно, фанатов Сапари, они хотят побывать в парке во время великой эмиграции. Для того, чтобы угадывать эту великую эмиграцию, нужно знать определенный, так скажем, маршрут антилопы. Они движутся за дождями, поэтому это напрямую связано в том числе и с сезонностью парков. И во время их перемещения, то есть это тысячи животных, которые пересекают реку. Самое желаемое явление – это увидеть, как животные пересекают реку, потому что в это время начинается охота на них. И кого-то там, какую-то зебру поймают, съедят, еще что-то там происходит. То есть это очень интересное явление, и поэтому, конечно, многие клиенты хотят в этот момент попасть. И есть периоды, когда животные находятся на территории какого-то определенного парка. В целом, например, если мы говорим сейчас про ангоренгора, то он находится в ангоренгоре, они, как правило, в январе месяце. Этот период может частично смещаться, так как все-таки это у нас живая природа, но периодически мимо ангоренгора проходит эта миграция в январе. Не такой большой период времени, но при этом стоит все равно иметь в виду. Высокий сезон ангоренгора у нас с июня по сентябрь. И время посещения самое хорошее, с июня по октябрь, либо с декабря по март. Но на самом деле и круглогодично этот парк абсолютно спокойно можно посещать. Следом, наверное, самый известный и самый желанный парк для посещения – это Серенгети. Серенгети очень популярный. Здесь, наверное, самое большое количество дорогих лоджий люксового уровня. И в целом, наверное, если спросить просто любого туриста, какой парк вы слышали о Танзании, скорее всего, назовут именно Серенгети, потому что это самый популярный парк и самый разрекламированный. Но здесь стоит иметь в виду, да, я уже сказала, что Серенгети у нас имеет смысл ехать только, если у гостей есть как минимум 2-3 ночи, только для Серенгети, потому что парк очень большой, на территории его, помимо самого сафари, есть много различных вариантов времяпровождения. Помимо этого до Серенгети долго ехать. То есть он расположен примерно в 335 километрах от Аруши. И, соответственно, мы, так как мы в любом случае прилетаем не в Аруши, либо в Килиманджаро, Аруши и Килиманджаро находятся не сильно далеко друг от друга, то у нас порядка четырех с половиной часов, а может быть даже и больше мы будем ехать, если мы хотим ехать только в Серенгети. Поэтому, как правило, Серенгети комбинируется с какими-то еще парками для того, чтобы и логистика была проще для клиентов, и при этом это была не просто поездка, но по маршруту мы смотрим что-то еще. Помимо этого, так как Серенгети огромный парк, то есть, если мы возьмем территорию самого парка Серенгети, то оно проходит и в южной части, и там северная часть уже на границе с Кенией, с Масаймара. То есть там по одному только парку можно ездить очень долго. И большую часть времени, фактически всю зиму проводят животные во время Великой миграции на территории парка Серенгети просто в разных его частях. Именно поэтому, когда вы, например, смотрите, когда проходит Великая миграция на территории Серенгети, здесь важно знать, в какой части будет располагаться отель для клиентов, что они будут смотреть, потому что, возможно, они живут в какой-то другой части парка, и они в данном случае пустят Великую миграцию, потому что на их территории ее не будет. В целом в Серенгети Великая миграция начинается примерно с октября месяца и длится по июль. То есть это достаточно длительный период, фактически у нас вся зима, вся осень, весна, фактически все это время Великая миграция проходит на территории парка Серенгети, но при этом в разных ее частях. Поэтому если у вас будет запрос непосредственно под Великую миграцию, то лучше сразу об этом написать, для того, чтобы мы могли подобрать наиболее удобный вариант для гостей. На территории Серенгети, конечно, можно увидеть всю большую пятерку и слона, и носорога, и буйвола, льва, леопарда, конечно, и слоны. То есть это самое большое сосредоточение интересных животных. И для тех клиентов, кто хочет максимально, конечно, охватить все впечатления от сафари, то Серенгети стоит рекомендовать, ну, как я уже сказала, как минимум, посмотрите, 3-4 ночи, а лучше даже все 5. То есть Серенгети, как правило, мы включаем уже какой-то глобальный маршрут в комбинации, например, с Горан-Гора, в комбинации с Тарангири иногда, то есть зависит от времени, которое готовы потратить клиенты на сафари. Помимо этого, в самом Серенгети проходит, можно покататься на воздушном шаре. И это тоже опыт, что нужно выделять определенное время для того, чтобы совершить вот это путешествие на воздушном шаре. Помимо этого, в Серенгети очень интересная природа. Например, в Серенгети есть озеро Натрон. Отличается оно своим щелочным составом, озеро с очень высоким содержанием щелочи, и из-за этого оно приобретает такой характерный красно-розовый цвет, и выглядит это все очень красиво, особенно красиво, когда как раз смотрят на это озеро с высоты. И помимо этого, туда там возят на экскурсии, и озеро интересно тем, что туда прилетает очень большая популяция фламинго, которым, кстати, эта щелочь никак не вредит, поэтому средоточение фламинго на розово-красном озере, это выглядит очень красиво. Для остальных птиц это пагубно, поэтому на озере очень много таких окаменевших птиц, которые прилетали на это озеро из-за большого количества щелочи, они просто окаменели. То есть очень интересно с точки зрения не только животных, но и при этом каких-то экскурсионных достопримечательностей природных. Также на территории Серенгети есть вулкан Олдейни-Ленгай, на который можно подниматься. Этот вулкан примечательен тем, что он извергается холодной лавой, поэтому такое тоже необычное явление, и открываются красивые виды. То есть бывают клиенты, которые приезжают в Серенгети не только для сафари, но и при этом скомбинировать с интересной какой-то экскурсионной программой, и там можно, конечно, довольно долго находиться. Самый хороший сезон для посещения Серенгети с июня по октябрь. В этот период нет дождей. Большая миграция длится у нас в основное время с декабря по июнь, но на самом деле начинается она плюс-минус уже с октября-ноября. Зависит от того, когда животные пересекут границу с парком Асаймара и перейдут непосредственно в Серенгети. Вижу, что просят вернуть слайд про фламинго. Сейчас секундочку верну. Вот здесь, наверное, просили озеро Маньяра, который у нас известен слонами и фламинго, но и при этом в Серенгети, как я сейчас уже сказала, тоже на озере Натрон можно встретить популяцию фламинго. Галина, по поводу жираф-манор. Да, можно забронировать. Единственное, жираф-манор у нас находится, конечно, в Кении, не в Танзании, но при этом зачастую приходят запросы с комбинацией Кении и Танзании, поэтому все возможно. И здесь я тоже видела, что задавали вопрос по поводу, как эти все туры рассчитывать индивидуально, либо фонды под запрос. Мы рекомендуем рассчитывать данные туры все-таки индивидуально. На сайте есть у нас раздел «Экскурсионные туры». Если вы зайдете в поиск тура, там будут сначала туры, потом отели, и потом следом у нас будут экскурсионные туры. Вам в этих экскурсионных турах нужно выбрать в городе отправление наземное обслуживание для того, чтобы посмотреть только наземку. И у вас выйдут вариации туров по Танзании. Там большая часть туров – это от 4 до 7 ночей. Это, так скажем, типовые программы, которые можно предложить клиентам, если у вас пришел клиент, для того, чтобы просто сориентировать их по цене и примерно тому, какие маршруты вообще могут быть. А дальше вы уже можете написать нам запрос с непосредственным запросом туриста о том, что им нужно под сафари. То есть, например, они едут с детьми, им нужна максимально комфортная логистика. Либо они хотят очень много посмотреть, либо они уже где-то были, или они первый раз едут. То есть с какими-то вводными данными для того, чтобы мы могли подобрать какой-то более подходящий маршрут непосредственно под ваших клиентов, так как сафари все-таки, повторюсь, каждый тур уникален. И маршруты можно по-разному комбинировать. Есть клиенты, которые хотят сафари и утром, и вечером. Есть клиенты, которые хотят только утром. Зависит еще от лоджей, которые мы выбираем. То есть здесь бюджет тоже влияет достаточно сильно. Поэтому для комбинаций все-таки, наверное, лучше присылать по запросу. И мы вам посчитаем тот вариант, который больше подойдет. У нас чаще всего, когда присылают запросы на сафари, уже хотят какие-то определенные лоджи, например. В групповых турах, которые посчитаны на сайте, там идут типовые стандартные отели. То есть мы там не можем гарантировать прям конкретный отель, например, потому что там будут три варианта аналогичных, например, отелей. Какой-то из них может быть в зависимости от наличия. Мы будем подтверждать. А если клиенты хотят прям конкретный отель, то здесь уже будет в любом случае индивидуальный расчет. Для того, чтобы там был конкретный тип номера. Потому что по поводу типов номеров тоже сейчас, когда буду рассказывать про отели, про лоджи, скажу определенный такой момент важный. В плане вида, который открывается, здесь есть некоторые нюансы. Также очень популярный парк в северной части Танзании – это парк Тарангири. Парк Тарангири тоже довольно часто выбирают гости, которые прилетают на одну-две ночи, так как он достаточно удобно расположен. Всего лишь 118 километров от Аруши, поэтому это удобный трансфер. Не очень долго. При этом здесь у нас тоже можно увидеть и слонов, и буйволов, и леопардов. Очень удобный парк. Не такой большой по площади, по своей. Очень много слонов. Он славится, в принципе, слонами изначально, этот парк. Так, высокий сезон здесь в это время с июня по октябрь, так как это сухой сезон, и животные сюда все идут на водопой. В целом, посещать его в любом случае можно круглый год, и часто комбинируют, например, Тарангири и Нгора-Нгора. То есть, если, например, у клиентов 2 ночи, 3 дня, или 3 ночи, то часто выбирают комбинацию именно Тарангири и Нгора-Нгора, и не берут серенгети, опять же, ввиду того, что серенгети достаточно далеко расположен и требуют гораздо большего времени на то, чтобы изучить этот парк. Дальше переходим к южным паркам Танзании. Южные парки удобны тем, что сюда можно приехать на экскурсию без ночевки. То есть, в целом, южные парки, в частности, пользуются популярностью для клиентов, которые прилетают на Занзибар и заранее, например, не забронировали у нас сафари, или не обладают достаточным количеством времени для того, чтобы посмотреть что там. Поэтому очень часто в южные парки делают экскурсии, просто с утром прилетели, вечером улетели, либо на одну ночь. Южных парков не так много, основных два – это Силус и Микуми. Силус является, на самом деле, самым большим парком в Танзании, даже больше, чем в Серенгете, самый большой заповедник по площади. Здесь также можно увидеть большое количество животных. То есть, здесь и львов тех же самых можно увидеть, их довольно много. Высокий сезон в этом парке с июня по октябрь. Сам парк довольно зеленый, красивый. То есть, он действительно интересный. И сюда на одну ночь приехать, в том числе, очень комфортно. Вообще, южные парки в плане логистики тоже отличают такой момент, что здесь есть два способа добраться. Если у нас мало времени, либо мы хотим как-то с большим комфортом добраться до парка, то есть, организуют специальные такие чартерные самолеты, которые прилетают в парк, садятся прям непосредственно на полосу в парке. И у вас сафари начинается, можно сказать, прямо на выходе со взлетно-посадочной полосы. То есть, действительно, аэропорт находится прямо непосредственно на территории парка, и мы туда прилетаем. На небольшом самолетике это все так очень интересно. Так как самолет, как правило, это чартерные, зачастую бывает такое, что сначала за каких-то гостей высаживают в Микуме, потом мы летим в Сирус, то есть, здесь могут быть какие-то посадки по пути следования. Но это очень интересно, потому что он летит не так высоко, и мы, находясь во воздухе, можем видеть картину, очень сильно напоминающую Мальдиву, когда мы вылетаем из Занзибара. И это действительно красивое зрелище, поэтому мы всегда рекомендуем на Южной парке все-таки брать вариант перелета. Но все-таки есть второй вариант трансфера, о котором тоже нужно знать. Он дешевле, как правило, чем перелет. Это паром. Паром у нас уходит из Стоунтауна, с паромной станции Стоунтауна, и идет в Дар-Салам. А дальше уже из Дар-Салама мы едем на трансфере до парка в селу Самикуми, но трансфер занимает порядка пяти часов. Зависит от самих дорог, не очень комфортный трансфер, поэтому в данном случае экономия не сильно оправдана, потому что гости просто очень сильно устанут. Ну и такой вид трансфера, конечно, в любом случае, если мы хотя бы на одну ночь едем, имеет смысл рассматривать, потому что трансфер будет занимать достаточно большое время и энергию. Но при этом популярны все-таки у нас селус парки. Популярны они именно тем, что зачастую, конечно, когда туристы заранее не планировали сафари, когда они прилетают на Занзибар, в качестве дополнительной экскурсии им будут в большей степени предлагаться именно селус и Микуми. У нас можно заранее забронировать в онлайне эту экскурсию, как бы, да, именно без ночи. Если вы бронируете у нас отель на Занзибаре, в дополнительных услугах можно выбрать дополнительную экскурсию, в том числе на сафари в селус и Микуми. Вижу вопрос от Светланы по поводу того, сколько лететь в селус и Микуми. Здесь такое время иногда не сильно будет четко обозначено, потому что зависит от того, какой будет маршрут. Иногда они могут лететь час-полтора, но в среднем это примерно час-полтора правила. Просто какой-то четкой цифры, как правило, нет, потому что по пути следования могут быть остановки и в каждый раз зависит от логистики. То есть, например, маршрут может быть как прямым, так может по пути следования, например, останавливаться в Микуми, в Дарсаламе может остановиться самолет, то есть там обратно, например, может быть там вплоть до двух посадок где-то, и, соответственно, за счет этого времени в перелете будет увеличиваться, так как перелеты зачастую в большей степени и на чартерные, поэтому не всегда заранее можно знать точное время, но плюс-минус ориентируйтесь на час-полтора. Вижу вопрос от Галины по поводу времени посещения в ноябре. Если имеете в виду именно Силус, то в целом посещать-то можно круглый год, но в ноябре может быть периодически, например, какие-то дожди, поэтому ноябрь может быть с дождями. Но здесь, так как это переходный такой все-таки сезон с высокого, то в целом можно рассматривать и в ноябре. И следующий южный парк – это Микуми. Тоже можно рассматривать его именно для какой-то поездки без ночевки. То есть сюда тоже предлагаются экскурсии. Утром прилетели, вечером улетели. Также, как и в Силус, здесь у нас два варианта трансфера. Мы можем как прилететь непосредственно в парк, сесть на взлетно-посадочную полосу в парке, так можем и выбрать вариант парома. Но в данном случае время трансфера тоже будет довольно у нас долгое. Парк Микуми примечательен тем, что здесь также можно видеть всю Большую Пятерку, но все-таки в южных парках, я могу сказать просто по сравнению с северными, сосредоточение животных и популяция животных, она все-таки как-то меньше. В Силусе это более разрознено, потому что парк очень большой, Микуми парк небольшой, но при этом в целом самих животных там поменьше, поэтому там уже все-таки вероятности, например, увидеть кого-то из диких животных зависит от удачи клиентов, потому что можно ездить целый день во время сафари и, например, не увидеть льва. И здесь еще очень многое зависит от рейнджера. От рейнджера зависит в целом и качество поездки и в северном парке здесь, да, от профессионализма, от умения увидеть где-то животных, которые на самом деле клиенты далеко не всегда увидят, пока рейнджер не покажет, что вот там сидит, например, лев или леопард. Микуми в этом плане, ну, с точки зрения бюджетности парка, да, можно предлагать с точки зрения того, что все-таки ненадолго тоже можно сюда приехать. Высокий сезон с июня по октябрь, так как в это время нет дождей, и поэтому в это время в основном чаще всего смотрят гости сафари. Вижу вопросы, сейчас отвечу постепенно на всем, и дальше перейдем немножко про лоджи, поговорим. Так, по поводу детей. Ольга спрашивает вопрос. Смотрите, здесь в данном случае каких-то четких ограничений, ну, то есть так, что не пустят в парк, нет. Это все зависит от осознанности и решения родителей. Насколько их дети подготовлены? Ну, в целом мы бы рекомендуем, как правило, все-таки для детей постарше хотя бы лет от 10, например, да. Но здесь еще очень сильно зависит от самих детей, самих родителей. Например, есть дети, которые в 6-7 лет могут абсолютно спокойно себя вести и не будут в случае того, что им жарко, например, да, и то, что устали, начинать капризничать. Или, например, что дети все-таки понимают, что они находятся в дикой природе, и там при виде дикого животного они не будут кричать или как-то, да, там привлекать к себе внимание. То есть здесь зависит именно от этого. Поэтому в данном случае нужно, конечно, делать акцент для ваших клиентов, какой ребенок в данном случае. То есть ребенок спокойный, ребенок гиперактивный. Потому что сафари с точки зрения энергии, выносливости – это достаточно энергозатратный процесс даже для взрослых людей. Потому что, как правило, сафари начинается либо утром, либо после обеда. В какие-то программы это включается прям два раза в день. То есть мы сразу утром выехали на сафари и потом пообедали, отдохнули, и потом вечером, потом еще вечерняя сафари. В жару, как правило, в обед сафари не делается, потому что это все-таки достаточно сложно. Вынести животные прячутся, как правило, в жару, поэтому их не сильно много можно будет увидеть. Утренняя сафари, она начинается примерно в 6-7 утра, то есть мы встаем и едем в парк. Как дети к этому отнесутся? То есть, опять же, если мы говорим про семейный отдых, то ребенок сможет, он вставать так рано, как он будет себя вести, и будет ли комфортно родителям, в данном случае с ребенком. Это зависит от детей, как бы даже иногда не столько от возраста. Потом само сафари длится по времени порядка четырех часов, зависит от каждого отдельного случая и зависит от того еще отдельный у вас джип или кого-то с вами из других клиентов могут посадить. То есть иногда джипы берут индивидуальные, иногда джипы берут такие, что там могут быть еще другие туристы. И в данном случае, например, если, например, джип только ваш, то, конечно, вы можете сказать, слушайте, мы хотим закончить, вот нам все достаточно, мы все увидели, давайте поедем обратно. А если, например, у вас в джипе сидят еще другие гости, то, конечно, никто не будет разворачиваться только для того, чтобы вы уехали домой. Ну, конечно, если только не какие-то там, если все не скажут, да, давайте их отвезем, условно говоря. Поэтому здесь есть такой плюс, если мы говорим про большие парки, например, про Сиренгете, вы можете довольно далеко уехать от выхода и там еще обратно ехать будет далеко. То есть, потому что, когда мы ездим по паркам, во-первых, это пыль, это жарко, солнце, это не всегда хорошая дорога, потому что зачастую все-таки это почки, это такая, да, дикая среда, поэтому трястись в джипе 4 часа тоже не каждый сможет абсолютно спокойно. Я имею в виду особенно дети, да, то есть кому-то может это надоесть. У кого-то, наоборот, захватит дыхание от вида всех животных, от присутствия, да, в таком серии, как будто бы ты в кинофильме про король лев, да, про короля льва. И, конечно, в данном случае иногда детей настолько это захватывает, что они абсолютно вообще ведут себя спокойно, никому не мешают и ведут себя лучше, чем взрослые. Поэтому здесь все зависит от детей. И это нужно объяснять вашим клиентам, чтобы они тоже понимали, что просто это под собой представляет и что это не только про веселье, но и в том числе есть определенные вопросы комфорта, удобства и насколько дети могут просто это выдержать. Потом само сафари, оно в целом от впечатлений, очень много эмоций тратится, поэтому здесь, ну вот я вижу, Галина, вы хотели с собой взять четырехлетнего ребенка, и на самом деле на сафари берут в том числе и четырехлетних детей. То есть я видела, как приезжают с маленькими совсем детьми. Здесь просто надо максимально комфортную логистику, наверное, не такие большие парки брать. И тогда все будет комфортно, как бы, да, если вы все это грамотно изначально продумаете в плане логистики, в плане перелета, чтобы не сразу с самолета, то есть это однозначно, наверное, не на одну ночь, потому что лучше все-таки там, чтобы вы там где-то отдохнули, переночевали, поели, да, то есть какие-то такие моменты. От Ольги вопрос вижу по поводу туалетных комнат во время сафари. Да, есть обязательно остановки, есть остановки на перекусы, есть специально отведенные зоны, в которых можно останавливаться, и в этих зонах люди могут выходить из джипа своего. Просто в течение там поездки, если вы скажете, что вот мне нужно прямо сейчас выйти, вас, конечно, никто не выпустит, то есть либо повезут до специально отведенного места и придется терпеть. Это, кстати, тоже важный вопрос, когда гости едут с детьми, что далеко не всегда можно будет выйти там, например, по своим каким-то нужным, потому что для этого есть только специально отведенные площадки, где по правилам безопасности клиенты могут выходить из джипа. Дальше, так, сейчас еще какие моменты были? Ирина задавала вопрос по поводу того, можно ли полететь на северные парки. Да, можно, то есть в северные парки как раз только вариант перелета есть. В южной парке у нас есть перелет либо паром плюс трансфер на машине, в северные парки у нас только вариант перелета. Здесь просто варианты перелетов могут быть разные. Мы можем полететь в Арушу либо в Килиманджаро на внутреннем перелете, а можем заказать вот такой же небольшой самолет, который приземлится непосредственно в парк, например, в тот же Серенгете есть взлетно-посадочные полосы и для... Просто это стоит дороже, но если мы хотим большего комфорта и не ездить долго по трансферам, то можно заказывать, например, в тот же Серенгете там есть взлетно-посадочная полоса, куда можно приземлиться непосредственно в парке. Так, по поводу безопасности вижу тоже от Ольги вопрос. Ну, с безопасностью есть, конечно, разные моменты. В целом, как правило, все, конечно, проходит хорошо, но нужно обязательно соблюдать правила безопасности, которые говорят клиентам перед поездкой на сафари. Ну, то, что нельзя выходить из джипа в неотведенных местах для этого. И если там видели какие-то случаи, то это, как правило, тогда, когда люди пренебрегают этим правилом. Потом есть такие моменты, как когда мы видим там диких животных, что, конечно, мы не кричим, не привлекаем внимания, то есть ведем себя абсолютно спокойно, улыбаемся, фотографируем, то есть это все можно, да, но при этом там фотографируем без вспышки, конечно, да, там либо... Ну, то есть ведем себя абсолютно спокойно. Я видела как-то видео, когда на джип, на капот джипа прыгнул леопард в одном из парков, по-моему, в Серенгете это было, если я не ошибаюсь, но не могу ошибаться, не помню, в каком именно. И люди, кто сидел в джипе, они, конечно, это все снимали, а он прыгает, получается, джипы, они открытые, разные конфигурации бывают, да, вот бывают, как на картинке, например, да, бывают такие, которые просто с открытым люком сверху, бывают полностью открытые, да, что сверху вообще ничего нет. И в данном случае джип был таким с таким открытым люком, и на капот прыгнул леопард, и он начал обнюхивать джип, а люди внутри сидят, боятся, конечно, до ужаса, но при этом снимают все это на видеокамеру, но, что надо, кстати, на должное, никто не кричал, то есть там рейнджер сразу сказал, как себя вести, что сидим спокойно, фотографируем, снимаем, так скажем, а потом рейнджер сам улазит рядом с леопардом, делает селфи на телефон, и все уходит. Ну, все благополучно закончилось, но, конечно, стоит понимать, что сафари – это дикая природа. Рейнджеры, которые работают в парках, они, конечно, эту дикую природу знают прекрасно, как себя вести с дикими животными, как в случае каких-то нештатных ситуаций, да, там что-то делать, но, конечно, когда мы едем на сафари, нужно понимать, что мы будем находиться в дикой природе, это не зоопарк, животные могут себя повести как угодно, и... Это просто нужно иметь в виду. Мы сами принимаем решение, нас никто туда ехать не заставляет, так скажем, да, это наш выбор исключительно. Но при этом таких случаев, как правило, как правило, если что-то происходит, то только в случае, когда вот какие-то нарушаются нормы безопасности, то есть люди выходят из джипа, что-то как-то, да, не подумав, какие-то моменты делают, поэтому имейте это в виду, а в остальном сафари это прекрасно вообще на самом деле. Я могу сказать, что это даже такой момент, как зависимость определенная появляется, потому что эти эмоции, их очень сложно с чем-то сравнить, то есть даже я не могу сказать, с чем можно сравнить те впечатления, которые вы получаете от вот этого ощущения, когда перед вами находится лев, и он вот просто на расстоянии вытянутой руки еще и смотрит на вас, а вы не понимаете, то есть он на вас смотрит как с каким-то интересом или там как на, не знаю, пищу или еще что-то, но при этом вот он настолько близко, и вы понимаете, что вроде бы чувство самосохранения, оно работает, и вы хотите куда-то уехать уже, а при этом вы понимаете, что он настолько рядом, и это все в дикой природе, и хочется вот это как-то ощущение адреналина этого продлить, поэтому это, конечно, очень интересно. И охота тоже, конечно, это уникальное зрелище, но это то, что мы не можем увидеть в нашей ежедневной среде обитания, то есть, например, даже для местных, кто там живет, работает в этом парке, они уже это все знают наизусть, они прекрасно понимают, как ведут себя животные, где их искать, какие-то точки, как с хорошим рейнджером можно на самом деле намного больше животных увидеть, каких-то интересных моментов во время сафари, и он еще и расскажет, как они себя ведут, почему так, то есть, какие-то такие интересные моменты, поэтому это все очень здорово. Тоже еще такой момент не сказала, во время сафари также часто любят включать деревню Масаев, где показывают жизнь племен, какие-то их традиции, особенности, поэтому это все очень интересно. Вижу от Натальи вопрос по поводу рейнджеров. Рейнджеры, как правило, англоговорящие, да, можно заказать для клиентов, если клиента хотят русскоговорящего гида-переводчика, но это сразу увеличивает стоимость, потому что, как правило, здесь уже сразу включается на переводчик какое-то проживание, если особенно программа долгая, то есть здесь нужно иметь в виду, что да, такая опция есть, но при этом оно за дополнительного гида, конечно, берется дополнительная стоимость. По поводу определенной страховки специальной, Ольга, но в данном случае какой-то страховки для сафари особо нет, то есть при въезде в парк, как правило, подписывается бумага еще о том, что в случае чего-то у вас нет никаких претензий, поэтому в данном случае какую-то там страховку дополнительную особо не сделаешь, то есть медицинские страховки, они есть, да, и спортивная, есть там обычная медицинская страховка, но спортивная в данном случае под сафари не подходит, не подразумевает такого момента, поэтому здесь, скажем, все рассматривается в данном случае страховой компанией, что касается того, что случится, если что-то случится, В данном случае это на усмотрение страховой компании, как они будут расценивать этот случай, будет он страховым, будет он не страховым, здесь в данном случае зависит все непосредственно от страховой. У нас, слава богу, никаких моментов в этом плане не было, поэтому не могу ответить на этот вопрос со стопроцентной уверенностью, так как в данном случае это рассматривается в страховой компании все-таки. Что касается самих лоджий, для того, чтобы понять, как они выглядят, лоджи бывают разные. Лоджи бывают бюджетного очень уровня, и, как правило, самое недорогое сафари, оно будет бюджетное, и здесь стоит иметь в виду, на самом деле, туристы очень часто могут смотреть разные варианты программ, и стоимость сафари, она даже на одну и ту же программу может очень сильно разниться. Зависит зачастую от того вида проживания, который мы выбираем, потому что если мы берем самый бюджетный вид лоджи, то это будет просто палатка, вот даже без удобства иногда. И, конечно, это очень такой экстремальный вариант для клиентов, кто хочет совсем-совсем слиться с природой, так скажем. Конечно, для большинства туристов все-таки предпочтительнее какие-то более дорогие лоджи. Например, есть такой лодж Оли Сирай Лакшери Кэмп. Этот лодж находится в Сиренгете. Десять минут у меня есть? Да, все, сейчас я закончу за десять минут. Меня Ирочка уже тут отправляет, потому что мы немножко задерживаемся перед следующей презентацией, но ничего, мы сейчас уже закончим. Я буквально покажу оставшиеся лоджи. Вот один из вариантов именно такого люктового варианта размещения. Это лодж Оли Сирай. Находится он в заповеднике Сиренгете. То есть это тоже палатки, но при этом такие люксовые палатки. То есть внутри у нас все убранство номеров очень высокого уровня. Данный лодж в зависимости от времени стоит иногда и тысяча долларов в сутки, полторы тысячи долларов в сутки. То есть здесь цена соответствует отелю высокого уровня. И при этом можно, например, сравниться с каким-то недорогим видом размещения, которое будет стоить, конечно, гораздо дешевле. Также один из такого известного уровня и высокого уровня лоджи – это Four Seasons в Сиренгете. И вот что говорила по поводу типа номера, зачастую в парках на сафари зависит категория номера от вида, который мы получаем. То есть, например, в Four Seasons есть вид на водопой, туда приходят животные. И поэтому номера, которые выходят именно на это озеро небольшое, куда приходят животные на водопой, они стоят дороже. То есть здесь тоже есть вот такие моменты еще с видом на парк, с видом на кальдейру, например, с видом на озеро какое-то, потому что здесь это дополнительная такая аттракция, которая будет привлекать туристов. Следующий лодж очень интересный, он находится в Тарангире, Элевана Тарангире Тритопс, находится на деревьях прямо. То есть это красивые такие комнаты непосредственно на деревьях с красивыми видами. В Ангор-Ангоре очень интересная тоже такая цепочка с высокого уровня отелями, Beyond Ангор-Ангора, кратер лодж с видом на кратер, на кальдейру Ангор-Ангора. Здесь, находясь в таком лодже, иногда по утрам может быть холодно, прохладно, там и ночами бывает прохладно, но здесь тоже какие-то очень интересные виды можно увидеть. То есть мы, так, предыдущие возвращаю, то есть на самом деле очень здорово, если у клиентов позволяет бюджет скомбинировать сафари и при этом продлить впечатление от такой поездки еще в лодже, потому что сами лоджии есть очень интересные, и проживание в лодже – это тоже определенный такой интересный опыт, впечатление, потому что иногда нужно понимать, что мы находимся вот в дикой среде. Здесь вокруг у нас животные, да, рядом парки. Не всегда у нас может быть такое, что, например, в отеле скажут электричество до восьми вечера, и потом у вас свечка в отеле, в номере, то есть в качестве освещения, да, или там горячая вода только с такое-то время. То есть это очень такое приключение, настоящее приключение, как они там готовят все это вот в этих отелях. Отели охраняют, как правило, массаи от диких животных, то есть, да, вокруг отеля стоят массаи для того, чтобы вдруг на всякий случай там, да, как-то охранять гостей. Ночью, конечно, по территории отеля без сопровождения ходить нельзя, то есть мы зовем гида для того, чтобы с нами там куда-то, если нам надо куда-то выйти. Ну, это так интересно, потому что, когда вы там особенно ночуете в палатке, даже если это дорогая палатка, но понимание того, что там рядом какой-то шорох, что-то там необычное, а я тут нахожусь в этой палатке, это просто будоражит ваше сознание, и это, конечно, эти эмоции, они непередаваемые. Поэтому я говорю очень часто, что сафари вызывает зависимости, и гости, которые один раз съездили, наверняка захотят приехать еще раз. Поэтому, если какие-то есть еще вопросы, я думаю, буквально 5 минут у нас есть на то, чтобы я ответила. Не бойтесь продавать сафари, это безумно классный опыт. У вас, я уверена, что если вы продадите сафари для своих клиентов, которые, например, особенно первый раз едут, со всеми вот параметрами угадайте, они будут вашими навеки, потому что такой тур далеко не каждый агент сможет предложить, продать, и в целом, ну, то есть это не сравнится с каким-то обычным пляжным отдыхом. Это настоящее путешествие, настоящее впечатление, то, что мы с вами как раз продаем, то, что мы хотим, чтобы гости ощущали, да, именно вот эти впечатления, эмоции невероятные. Поэтому обязательно предлагайте такой вариант отдыха, и это очень интересно, и очень рекомендую вам самим тоже для своего отпуска подумать над тем, чтобы посетить когда-нибудь сафари, сделать для себя какую-то интересную программу, и Акуна Матата, так скажем, да, оказаться в сказке «Король лев», это очень классно. Спасибо вам, вижу, что вопросов особо больше нету, надеюсь, что вам понравилось, и что вы с удовольствием будете предлагать вашим дорогим клиентам попробовать сафари. Так, а у нас буквально скоро 5-10 минут присоединится наш партнер по Малайзии, и у нас будет прекрасный вебинар по Малайзии, поэтому не уходите далеко. Спасибо. 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 Спасибо.